Вам надо стать сильнее. Девушки, они, понимаете, смотрят на силу человека. И если мужчина, парень сильный, ответственный, ни одна не скажет, что ты не мой парень. А если скажет, потом будет жалеть всю жизнь. Ну, то есть, понимаете, от счастья никто не отворачивается. Не бойтесь даже то, что у вас такая речь. Вам надо стать просто сильным. Станьте сильным. А вот это, ну, речь идет от напряжения, внутреннего напряжения. Если вы будете, добьетесь того, что будете бегать по 14 километров раз в 5 дней, в 6 дней хотя бы, и научитесь неподвижно стоять час, то у вас речь будет намного-намного лучше. Может быть, почти вообще не останется никакого заикания. Потому что все напряжение у вас будет уничтожено. С помощью аскезы. А вот именно, как вот это остается... А вот начните сначала аскезы для тела. Просто бегать начните. И неподвижное положение тела, йога. Вот это ваша сила. Потом дальше закаливание тоже даст вам, снимет сильно напряжение. Там, в ледяной воде тоже закаливаетесь. А напряжение сразу будет еще меньше. И так вы сможете уменьшать его, уменьшать потихоньку. И у вас лучше станет речь, вы станете крепким, спокойным. И как только вы определенный барьер преодолеете, внутренний, сразу появятся девушки, которые вас будут уважать, ценить. Ну, то есть, это просто уровень развития мужчины. Необходимая для счастливой семейной жизни. Потому что девушкам именно это нужно, чтобы мужчина был сильным. Потому что им нужна сила мужская. Они от этого испытывают счастье. Если мужчина слабый, у него эмоционально не сдержанный, он не может терпеть эмоции женщины, то он никому не нужен такой. У нас есть фестиваль благости. Там мы пробуждаем мужчин в силу. Они собираются. Там мужской клуб есть, они садятся. Там человек 200 мужчин приезжают. Обычно. И мы им начинаем говорить, хватит жить ленивой жизнью. И так мы им говорим, они сидят, слушают. Потом начинают бегать там, прыгать. Начинают. Ну, и в конце концов, в конце фестиваля у нас мужчины взяли, сложились, короче, и купили всем женщинам. Столько цифров, роз, что я три лекции раздавал их и не раздал все. Мужчине нужно преодолеть какой-то барьер. То есть я, как бы, ну, мужчин делю в развитии на три стадии. Первая стадия – ватрушка. Вторая стадия – это, ну, как бы, напряженный очень человек. И третья стадия – развитый. Ну, то есть сначала мужчина – ватрушка. То есть он неразбужен, ленивый, пьет, гуляет, никому не нужен, несчастный. Или просто в депресснике находится. В компьютерной игре играет. Плачет все время. Вот. Это ватрушка. Потом вторая стадия – мужчина, мужик растормозился, начал упахиваться, как и шаг работает, по 14-18 часов в сутки. Не может расслабиться, курит. Вот. Это вторая стадия. Но он уже нужен, такой человек нужен. Но он все равно счастья не приносит. Третья стадия – мужчин начал работать над собой, развиваться как личность, успокоился, стал бодрым, жизнерадостным, активным. И все женщины мечтают такого мужчину себе найти. Но для того, чтобы такого мужчину найти, надо женщиной стать такой же, тоже развитой. Такие мужчины уже на простых женщин не смотрят. На развитых только смысл.